Оплата за подачу тепловой энергии для жителей разных многоэтажек производится по-разному. В домах, где отсутствуют общедомовые счетчики, тариф на тепло в течение года менялся трижды. В ноябре многие жители удивились, получив за достаточно теплый месяц расчет по новой цене – 51 рубль 74 копейки за один квадратный метр. Но никаких корректировок производиться не будет, разъясняют специалисты предприятия «Тепловые сети». Да и корректировки эти были бы не в пользу квартировладельцев. Если в январе месяце население в тех домах, где нет общедомовых приборов учета, оплачивало свою услугу 46 рублей 50 копеек метр квадратный, то в ноябре месяце уже увидели новую стоимость – это 51,74 рубля за метр квадратный. Причем, что месяц был теплый, как бы были большие начисления. Что хотелось бы по этому поводу сказать, что в 2011 году отменена корректировка по отоплению по итогам года. Если в 2010 году, в 2009 году мы делали корректировку, и года были теплые, в 2010 году мы вернули по 45 рублей с метра квадратного, то в этом году и в прошлом этого не было, и в этом году этого не будет. Но сам по себе 2012 год – он холодный год. Мы уже, конечно, забыли, что было в январе у нас, что было в феврале у нас. В феврале у нас был очень холодный месяц. Средняя температура за месяц была минус 6,5 градусов. Как бы для Лобинска это много. В тот момент, когда оплачивалось 46 рублей, фактически, если бы стоимость доходила до 70 рублей за метр квадратный. Та величина стоимости, которая рассчитана на 51 рубль, она складывается из температуры 3,64 градуса. То есть на более теплую температуру рассчитана. И если бы мы проводили корректировку по итогам года, то для этой категории населения она была бы не очень положительна. То есть нужно было бы доплатить за метр квадратный. В многоэтажках, где установлены общедомовые счетчики, ситуация по оплате немного отличается. Весь год жители этих домов платили меньше, чем требовалось по факту. По специальной формуле будет производиться корректировка платежей каждого дома. Дополнительные начисления будут включены в декабрьское извещение. Что касается тех жилых домов, где у нас установлены общедомовые приборы учета, жильцы рассчитывались по среднемесячному расходу тепла за прошлый год с учетом действующего тарифа. Эта категория людей оплачивала у нас с января в холодные месяца от 32 рублей до 40 рублей за метр квадратный. То есть как бы цена была не соответствовала факту. Факт складывался намного холоднее. Я вот, как бы предприятие производит анализ, отдел. Вот на черемушках цена дома оплативали 32-40 рублей за метр квадратный. То февраль месяц в домах 70 рублей, фактическая стоимость 55 рублей. Это все будет учтено. Учтено будет в платеже за декабрь месяц. В декабрьской платежке будет введена новая строка корректировка по итогам года по постановлению 307. С 1 января ожидается целый ряд новшеств. В первую очередь снова изменится тариф для жителей многоэтажек, не имеющих общедомовых приборов учета. На этот раз приказом региональной энергетической компании он уменьшится на 91 копейку и составит 50 рублей 83 копейки. Владельцам квартир, не установившим счетчики на горячее водоснабжение, придется платить больше. Норма в 2012 году составляла 3,76 куба на человека, а в 2013 будет почти 5,4 куба на одного потребителя. В сентябре вступил в силу закон по жилищно-коммунальному хозяйству, на основании которого в квитанцию об оплате будут также вноситься общедомовые расходы. Вводится норматив на потребление на общедомовые нужды. Этот норматив устанавливается для привязанных местам общего пользования. Эта величина составляет 0,108 куба на 1 квадратный метр для мест общего пользования. Производили мы предварительный расчет. Это будет даже в соотношении 1, 2 и 3-комнатная разная величина. В пределах от 1 до 2 кубов дополнительное начисление на горячее водоснабжение.